Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Мы озвучиваем Новый Завет. Вот у нас вышел трехтомник. Впервые за 2000 лет. Полное толкование на весь Новый Завет с откровением. Это три тома по 752 странице. Посмотрите, какое издание. Я подниму, чтобы показать. Так это не все. Тут еще Господь позволил что сделать. Мы Гюставо Дорре раскрасили. Гюставо Дорре. Здесь 230 картин его. Вот оно где. Пожалуйста. 230 гравюр в полный лист. Раскрасили полностью. И где сегодня я смотрю, в интернете берут наши картинки. То есть, ну это лучшего иллюстратора Библии не было. И кроме того, 297 комментариев. Вот что, где говорится о Слове Божьем, о необходимости проповеди. Вот это я выделяю. Выделяю и на них даю комментарии. Люди, которые не знают, что это такое, им это разницы нет. А другие бунтуют. Как вы могли, да то другое. Ну, что сделаешь? Так, когда просчитаете, тогда будете. А когда не просчитали, то и... Ну, и что? Вот оно как. Другим шрифтом. И оно отчеркивается. Другой совсем шрифт. И я ничего не придумываю. Притом, если я покажу здесь, ну, какое житие. Это не житие. Вот оно. Посмотри. Видно или не видно. И вот здесь отчеркнуто, вот видно, мелкенькая, тоненькая черточка. Это другой совсем шрифт. И написано И.Л. Игнатий Лапкин. Я даю комментарии, увеличиваясь других отцов на эту тему, что все должны быть проповедниками. Все должны любить Слово Божие. Еще эти книги у нас есть. Желающие могут написать. Все кончается. Остальные книги-то уже к концу подошли. Итак, у нас сейчас идет девятый ролик. Лука 9, 43-45. Поехали. И все удивлялись величию Божию. Когда же все удивились ему, что творил Иисус, он сказал ученикам своим. Вложите вы себе в лучшие слова сии. Сын человеческий будет предан в руки человеческие. Но они и поняли слово из всего, и оно было закрыто от них. Так что они не постигли его, а спросить его о всем слое боялись. Толкование блаженных филактов. Я имею быть предан и распят. Но для того, чтобы вы, когда увидите меня распятым, не подумали, что я претерпел это по своему бессилию. Ибо кто творит такие чудеса, тот мог бы и не быть распят. Но они не поняли слова всего, и оно было закрыто от них, чтобы они прежде времени не вдались в печаль и не смущались от страха. Итак, Бог, снисходя их слабости и руководя их как бы детей каких, попустил не понять того, что говорилось о кресте. Приметьте благоговение учеников, по которому они не дерзали, даже более боялись спросить Господа. Ибо страх усиливает благоговение, равно как и благоговение есть страх, растворенный любовью. Луки 9, глава 46 по 50 стих. Пришла же им мысль, кто бы из них был больше. Иисус же, видя помышление сердца их, взяв дитя, поставил его перед собою и сказал им, «Кто примет себе дитя во имя мое, тот меня принимает, а кто примет меня, тот принимает пославшего меня. Ибо кто из вас меньше всех, тот будет велик». При всем Иоанн сказал, «Наставник, мы видели человека именем твоим изгоняющего бесов и запретили ему, потому что он не ходит с нами. И Иисус сказал ему, «Не запрещайте, ибо кто не против вас, тот за вас». Толкование. Апостолов постигла страсть к пустой славе. Кажется, страсть эта возбудилась в них от того, что они не исцелили бесноватого. Вероятно, по всему случаю они заспорили, утверждая каждый со своей стороны, что у отрок не был исцелет не по моему бессилию, но по бессилию такого-то. А отсюда загорелся расприя о том, кто бы из них был больше. Но Господь, зная сердце каждого, предваряет, и прежде чем страсть сие возросла, старается пресечь ее в самом корне. Ибо страсти вначале удобно преодолеть, а когда они возрастут, тогда уже весьма трудно бывает исторгать их. Каждый Господь пресекает зло. Взяв, сказано, дитя показывать его ученикам, давая через сие знать им, что мы должны перевести свой ум в такое состояние, в каком бывает он в детском возрасте. Ибо дети бывают неопытны во зле, весьма просты и не волнуются помыслами, ни словолюбия, ни желания первенства перед другими. Кто, говорит, примет сие дитя во имя мое, тот меня принимает. Слова из сии такой имеют смысл. Хотя вы думаете, что вы поправитесь многим, понравитесь многим, и что вы очень многими будете приняты в таком случае, если будете казаться гордыми, славолюбимыми. Но я вам говорю, что мне особенно приятна простота, и что она служит отличительным признаком моих учеников. Так что кто простого и незлобного мужа примет, как моего ученика, ибо это означает выражение во имя мое, тот примет меня. Ибо кто принимает гордого, тот не принимает ни ученика моего, ни меня. Иоанн же, вступая в разговор, сказал, «Наставник, мы видели человека имени Томисгоняющего бесов и запретили ему». Какая последовательность между словами Иоанна и словами Господа? Очень близкая. «Поскольку Господь сказал, что кто из вас меньше всех, тот будет велик, то Иоанн начал бояться, не худо ли они поступили, когда властные гордо запретили тому человеку. Ибо запрещение кому-нибудь, чего-нибудь, обнаруживает запрещающим не меньшего, но думающего о себе несколько более, чем о том, кому он запрещает. Итак, Иоанн побоялся того, не гордо ли он поступил, запретив тому человеку. Почему же ученики запретили этому человеку? Не по зависти, но потому, что считали его недостойным творить чудеса, так как он не получал вместе с ними благодать и чудотворение, не был, как они, послан на то от Господа и вовсе не следовал за Иисусом. Что же, Господь, оставьте, говорит, его делать это, ибо Иоанн сокрушает силу сатаны. Поскольку же он не препятствует вам в деле проповеди, не действуя за одно с дьяволом, значит, он за вас. Ибо кто не против Бога, тот за Бога, подобно как тот с дьяволом. Так, что-то потерял опять. Кто не собирает с Богом? Поделись, пожалуй, силе имени Христова, как действовала благодать при одном произношении онного. Хотя бы произносящие были и недостойны, и не были учениками Христовыми. Таким же образом через священников. Хотя бы они были недостойны, благодать действует, и все освящаются, хотя бы священник был и нечист. Комментарий Игнатия Лапкина. Нет никого зловреднее и опаснее тех, кто противится проповеди. Это истинные неприкрытые враги Христовы, волки в овечьей шкуре и ризе. Однажды, когда проповедующему Савлу противился сильный волк, апостол Павел поразил его немедленную слепотой, чтобы он не высматривал себе жертву своей антиевангельской проповедью. Здесь апостол как будто перешагнул невидимый рубеж в грозности обличения и поражает противника проповеди в неслыханном доселе эпитетами. И в этом он подражает Христу. Деяние 13 глава с 8 по 11 стих Аэлима волк, ибо то значит имя его, противился им, стараясь отвратить проконсула от веры. Но Савлу, он же и Павел, исполнивши Духа Святого, и устремив на него взор, сказал, «Ой, исполнено всякое коварство и всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды, перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних? И ныне вот рука Господня на тебя, ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени». И вдруг напал на него мрак и тьма, и он, обращаясь туда и сюда, искал вожатого. Священное Писание здесь впервые называют Вселенского Учителя Павлом. Поражение сильного противника проповеди дает ему новое имя, с которым он и вошел в историю. И какой бы высокий сан не занимал человек Церкви, пусть это будет даже Папа Римский или Патриарх Вселенский, но если они противятся словам Христа, мотивируя это самым возвышенным образом, то имя этим людям – Сатана. Матфея 16, 23. Он же, обратившись, сказал Петру, «Отойди от меня, Сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Препятствие в деле проповеди, как в Павловоде, затопило православную церковь. Вины храму можно годить ходами и не услышать ни одной проповеди. Что это? Во что превратили веру и церковь Христову? Обмерщение церкви идет и снизу, и сверху, и грехами народа, и противлением проповеди священнослужителей. Изменить ситуацию может только какое-то непонятное чудо, или Бог отдаст этот виноградник другим, приносящим плод. Луки 9 глава с 51 по 56 стих. «Когда же приближались дни взятия его от мира, он восхотел идти в Иерусалим, и послал вестников при лицом своим, и они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него. Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то ученики его, Иаков и Иоанн сказали, «Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как Илья сделал?» Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал, «Не знаете, какого вы духа, ибо сын человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать, и пошли в другое селение». Толкование Блаженного Филакта. Настало время, в котором нужно было ему уже претерпеть за нас спасительное страдание, и потом вознестись на небо и совоссесть с Богом и Отцом. Когда наступило время страдания его и взятия от мира, он рассудил не ходить уже то туда, то сюда, но взойти в Иерусалим. Посылает вестников при лицом своим, чтобы они приготовили какой-нибудь прием для него. Хотя он знал, что самаряне не примут его, однако же послал вестников, чтобы отнять у самаряна всякое извинение, чтобы впоследствии они не могли сказать, что мы приняли бы его, если бы он послал кого-нибудь пред собой. Поступил он так? Вместе и для пользы учеников своих, а именно, чтобы они, когда увидят его на кресте в оскорблении, не соблазнились, но из настоящего случая научились, что как теперь он незлобиво перенес презрение от самарян и даже самих учеников воспритил самим ученикам воспритил возбуждать в нем гнев на обидчиков. Так и тогда терпит распятие не потому, будто бы он бессилен, но потому, что долготерпелив. Полезно это для учеников и в том отношении, что Господь собственным примером научат их быть незлобовыми, ибо они, взирая на Илью, дважды истребивши огнем по пятьдесяти человек с их начальниками и будучи еще несовершенны, возбуждали Господа на мщение обидевшим его. Но Господь, показывая им, что его закон высшей жизни Ильины запрещает им и отводит их от такого образа мыслей, а напротив, научил их переносить обиды скротостью. Что означает слова? Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Не то ли ими говорится, что не приняли его, потому что он вознамерился пойти в Иерусалим? Если так будем понимать, то самаряне приняли Господа, потому что он вознамерился пойти в Иерусалим. Кто не принялся его, не оказывается невиновными. Можно сказать, что евангелист говорит так, не приняли его, и он не вошел в Самарию. Потом кабы кто спросил, почему же не приняли его против воли, и он не вошел? Неужели потому что он был бессилен или не мог войти, хотя бы они и не желали? В разрешение всего евангелист и говорит, не потому вошел Господь, будто бы для него не было это возможно, но потому, что он сам не желал войти туда, но вознамерился идти прямо в Иерусалим. ибо если бы не было у Господа такого намерения, то он вошел бы в селение Самарян и в том случае, когда они не желали бы всего. Луки 9, глава с 57 по 62 стих. Случилось, что когда они были в пути, некто сказал ему, Господи, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел. Иисус сказал ему, лисицы имеют норы и птицы небесные гнезда, а сын человеческий не имеет где преклонить голову. А другому сказал, следуй за мною. Тот сказал, Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего. Но Иисус сказал ему, предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди благовестуй Царствие Божие. Еще другой сказал, я пойду за тобой, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими. Но Иисус сказал ему, никто возложивший руку свою на плуг и озирающий назад неблагонанежен для Царствия Божия. Толкование. Сей, пришедший к Иисусу и просивший позволения пойти за ним, пришел с лукавой мыслью. Видя, что за Господом следует много народа, он подумал, что Господь собирает с ней деньги, и сам пришел к мысли, что он составит себе имение, если последует за Иисусом. Поэтому Господь отверг его, говоря ему, как бы так, ты думаешь, через последование за мной составить себе имение, полагая, что такова моя жизнь, но на деле не так. Я учу и проповедую такую бедность, что не имею и дома своего, тогда как прочие животные имеют норы, и таким образом отверг его. А другому, который не просил, позволяет следовать. Когда же сей спросил позволения сходить и похоронить отца своего, Господь не позволил, но сказал, оставь мертвым хранить своих мертвых. Сим намекается, что отец был неверующий и потому недостойный пропитываться в старости от сына своего, которого веровал. Предоставь, говорит, родственникам мертвым, то есть неверующим питаться в старости до гроба неверующего отца твоего. Питать в старости за гроба? Ну почему так не считаешь? Питать в старости до гроба неверующего отца своего. По одному слову, выталкиваешь, прямо не слышится, трудно воспринимать. Ибо похоронить здесь означает иметь попечение до самого гроба, поскольку и в обыкновенной беседе мы говорим, такой-то сын похоронил своего отца, и через сей разумеем не то, что он похоронил ему никакого другого добра, но то, что имел попечение о нем до самой смерти и погребения. Итак, пусть эти мертвые, то есть неверующие, похоронят своего мертвеца, то есть твоего отца. А поскольку ты уверовал, то как мой ученик проповедует Евангелие Божие. Не просто освободил тебя от заботы о родителях, а иди проповедуй Евангелие, иди и благовествуй. Это-то вообще не проповедует, об этом не говорят. Господь сказав это, не запрещает нам питать родителей, но он научает нас богопочтение предпочитать неверующим родителям, и не иметь никакого препятствия к добродетели, но презирать и самую природу. Какой добродетель? Проповедь? Из-за него сидя в колонии, вон безбожник к табаку рыпьет, таких даже о кормежке не заботится, надо, что деньги дал, так и все. Так человеку, который просил позволения следовать за ним, но прежде отдать должное домашним своим, он не позволил всего, то есть сходить в дом свой и отдать должное, или скажу еще проще, проститься. Ибо такой человек обнаруживает в себе привязанность к миру и отсутствие апостольского расположения. Ибо апостолы, как услышали призвание от Господа, точно последовали за ним. Ничем иным уже не занимались, а оставили даже и прощание с родными. И часто случается, что в то время, как человек прощается со своими родственниками, между ними оказываются такие, которые удерживают его от богоподобной жизни. Поэтому, хорошо имея расположение к добру, точно же и совершать онное, немало немедля. Ибо никто, взявши за плуг духовный и снова оглядывающийся на мир, не способен к Царству Небесному. Ибо глава Христа есть вера в Него. Кто уверен, что Христос есть Бог, тот получает главу Христову. Луки 10 глава с 1 по 3 стих. После всего избрал Господь и другие 70 учеников и послал их подво перед лицом своим во всякий город и место, куда сам хотел идти. И сказал им, жатвы много, а делателей мало. Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Идите, я посылаю вас, как ангстов среди волков. Господь учил молиться, а теперь молитесь для того, чтобы были проповедники. Православие никогда об этом не молились. Даже к этому священник не призывает. Толкование. Книги исхода написано. И пришли в Велим. Там было 12 источников воды и 70 в Винников деревь. И посчитали, записали, интересно. Исход 15 глава 8 стих. Что случилось тогда исторически и образно, то ныне сбылось в действительности. И делим значит восхождение. И этим не другое, что означается, как то, что мы, восходя в совершеннейшее разумение и в духовный возраст и не останавливаясь как евреи на законе, но вастекая в христианство найдем 12 источников, то есть 12 верховных апостолов, которые суть источники всякого сладчайшего учения. Найдем и 70 финиковых стеблей, то есть 70 апостолов. Они не называются источниками, но финиками, как воспитываемыми и руководимы от апостолов верховных. Ибо хотя сих 70 апостолов Христос же и избрал, но они были ниже 12 и впоследствии были их учениками и свутниками. Итак, сие финики напитались от источников, то есть от апостолов, и нам доставили плод сладкий и вместе умеренно кислый. Учение святых действительно таково. Оно не совсем услаждает и ласкает, и не совсем стесняет и поражает, но совмещает то и другое свойство. И поистине приправлено солью и соединено с благодатью, как и апостол Павел взывает. Слово ваше добудет всегда с благодатью приправлено солью. Колосинов 4,6 Господь избирает 70 учеников по причине множества нуждающихся в учении, ибо как поля с хорошим урожаем требуют много жнецов, так и для верующих, поскольку их имело быть бесчисленное множество, настояла нужда во многих учителях. Господь посылает их по два, для того, чтобы они были безопаснее, друг другу содействовали. Они ходили по лицам, то есть подобно я научили, приготовьте путь Господу. Миссионерский отдел, 70 человек отдел, по два, по два, по два, даже этого не видят сегодня. Миссионерский отдел Бог не создает, это невозможно. А сегодня как самых злых, самых непримиримых, самых жестоких набирает туда, кто их набирает таких, какая сила? Матфея 3.3 Примечай, как он прежде сказал, молите господина жатвы, чтобы выслать делателей, а потом сам своей власти посылать их, ибо он, как истинный Бог, есть поистине господин жатвы, то есть верующих. Наперед говорит о магонине и о том, что они будут как ангция среди волков, для того, чтобы сии, напав на них неожиданно, не смутили их невзапностью. Лухи 10 глава, 4 по 9 стих. Не берите ни мешка, ни сумы, ни обуви, и никого на дороге не приветствуйте. В какой дом войдете, сперва говорите, мир дома сему. Если будет там сын мира, то почиет на нем мир ваш, а если нет, то к вам возвратится. В доме же том оставайтесь, естьте и пейте, что у них есть, ибо трудящийся достоин награды за труды свои. Не переходите из дома в дом. Если придете в какой город и примут вас, есть, что вам предложат, и исцеляйте находящихся в нем больных, и говорите им, приблизилось к вам царствие Божие. Толкование. Поскольку Господь намерен послать учеников с проповедью Евангелия, то говорит им, не берите ни мешка, ни того, ни сего, ибо для вас достаточно быть заботливым о слове. А если вы будете носить мешок, очевидно, вы будете им заняты, а о слове начнете неродей, и никого на дороге не приветствуйте. Так заповед им для того, чтобы они не занимались людскими приветствиями и ласками, и через то не полагали бы препятствовать делу проповеди. Ибо, вероятно, получивший приветствие ответил бы и сам приветствие, а может быть, вступил бы в продолжительный разговор, как обыкновенно делают спутники, а потом, как бы уже подружившись, заговорил бы о чем-нибудь еще более, и таким образом апостол не спал бы в обычные людские отношения, а слои вознеродил бы. По указанной причине Господь запрещает ученикам приветствовать кого-нибудь на дороге. В какой дом войдете, сперва говорите мир дом и сему, то есть приветствуйте находящихся в доме. Потом показывает, что это не простое только приветствие, а вместе благословение, говорит, если домохозяин будет достоин, то он будет благословен, а если он обидчик и не способен к принятию мира, если он враг и противник вашего слова и учения, то благословение не придет к нему, но к вам возвратится. Интересно, вот просто войти, помолиться, мир дом и сему, устарабляться бы не принято. А как? Здорово живите? Ну здорово живите, это нет этого, нету. А откуда вы взяли мир? Я говорю, да евангелие, да евангелие кто его знает-то? Здорово живите, надо говорить. Заповедовать не переходить из дома в дом, чтобы апостоли показались чревоугодниками, не подали бы многим поводов соблазну и не оскорбили бы тех, кто принял их в начале. Ешьте и пейте, что у них есть, то есть что предложат вам, и хотя бы то было мало и небогато, больше вы не требуете. Пищу принимайте вместо награды, то есть не ищите того, чтобы вам получать пищу и плату особо, но самую пищу принимайте за награду. Смотри, как он учеников своих делает твердыми против бедности. Заповедовать исцелять больных, находящихся в городах, для того, чтобы апостолы своими чудотворениями могли привлечь людей к проповеди. Ибо смотрите, что говорит, и говорите им, приблизилась к вам Царция Божия. Ибо если вы прежде исцелите, а потом станете учить, проповедь ваша будет благоуспешна, и люди уверуют, что до них достигла Царция Божия. Ибо они не были бы исцелены, если б не совершила всего некоторая божественная сила. Да и к больным тогда приблизило Царствие Божие, когда они по душе исцелены. Ибо оно далеко от больного, над которым еще царствует грех. Луки 10, глава с 10 по 12 стих. Если же придете в какой город и не примут вас, то выйдя на улицу, скажите, и прав, прилипший к нам от вашего города, отрицаем вам. Однако же знайте, что приблизилась к вам Царствие Божие. Сказываю вам, что Содому в день он не будет отраднее, нежели городу тому. Толкование Божьего Филакта. Если, говорит, не примут вас, то выйдя на улицу, скажите им, что у нас ничего нет общего с вами, мы ничего не имеем от вашего города, даже и пыль, прилюбшую к нам мы сметаем, то есть отрицаем, очищаем и бросаем на вас. Однако же знайте, что приблизилась к вам Царствие Божие. Здесь спросит иной, как Господь говорит, что Царствие Божие приблизилось к тем, которые не принимали апостол и к тем, кои не принимают их. Нужно сказать, что он нисколько не противоречит себе, ибо к тем, которые принимают апостолов, Царствие приближается с благодеянием, а к тем, которые не принимают с осуждением. Содом не были посланы апостолы, и поэтому не принявшие апостолов хуже содомлян. Кто уходит широкими дорогами, ведущими в погибели, тот не принимает апостольского и божественного учения. Луки 10 глава с 13 по 16 стих. Горе тебе, Хоразин, горе тебе, Исаида, ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они, сидя в облетящей пепле, покаялись. Но Тиру и Сидону будет отраден на суде, нежели вам. И ты, Кипернаум, до неба вознесся, до ада низвергнешься. Слушающий вас меня слушает, и отвергающий вас меня отвергает. Ты окончательно себя не говоришь, это совсем другой глагол, это притяжательное местоимение. Ибо отвергающийся сам отвергает себя. Вас меня отвергается, отвергающийся меня отвергается пославшего меня. Толкование. Тир и Сидон были города языческие, а Исаида и Хоразин иудейские. Итак, он говорит, что на суде язычника будете отрадни, нежели вам, видевшим чудеса и не уверовавшим. Ибо если бы они видели, они уверовали бы. Да и ты, Капернаул, вознесшийся до небес, как прославленный многими чудесами, совершившимися в тебе, низвергнешься до ада. Ты будешь осужден за то самое, что и после стольких чудес не веруешь. Потом, чтобы посылаем и на проповедь, не сказали, зачем же посылаешь нас, если некоторые города не примут нас. Говорит, не печальтесь, отвергающийся вас отвергается меня и отца моего. Поэтому обида не останавливается на вас, но восходит до Бога. Итак, пусть будет для вас утешением то, что оскорбление наносится не вам, а Богу. Равным образом, с другой стороны, не хвалитесь и не превознеситесь тем, что некоторые слушают вас, ибо это не ваше дело, но моей благодати. Все. нужно от себя Продолжение следует...